Однажды мы заблудились в похожем лесу в Березняке, но лес называется Черная грязь. Он чаще этого, очень частый березняк такой и болото. Поехали в лес за грибами и никаких грибов не нашли. А Тамара подруга говорит, поехали мы в Черную грязь, там уж точно будут по пятам. Приехали и пошли друг возле друга. Сначала Саша, рядом с ним Жанна, потом я по тропинке строго, а за мной Тамара справа. Саша пошел вдоль просеки, которую недавно проложили. И мы решили, никто со своей дороги не уходил. Грибы никому не попадались нам, но мы шли вперед и шли по своей дороге. И вдруг я на своей тропинке недалеко увидела под березовики пару штук. Здесь должны быть грибы. Ну вот, это хороший маховичок. А это полукруг. И все от радости рванули ко мне. И давай они все бегать кругами, еще что-нибудь найти. Ну, кто-то сыроежку нашел. И все. И вдруг мы поняли, что не знаем, ну, примерно каждый знал, куда идти надо. Никто не подумал, что мы заблудили. А солнца не было, как назло. Все березки одинаковые, куда ни глянь. На все четыре стороны. Ни железную дорогу, ни автостраду, ничего не было слышно. И мы пошли наугад. Чем дальше идем, тем чаще лес и деревья попадались поваленные, толстые, с выворченными корнями. После бурелома. В конце концов, мы долго шли. Было жарко, страшно. Вечерело. Но мы потом услышали автостраду. И мы пошли на нее. Перелезли через все эти коряги. Это все вместе растут на одном месте. Обошли одно болотце. И увидели уже просвет. Железную дорогу. Только наша подруга Тамара не поняла, что мы заблудились. Сходили. Но опять каких там опять. Там хоть бы выйти из той жуткой черной грязи. Там многие люди блуждали. Поэтому мы старались держаться вместе и идти четко, чтобы туда и вернуться опять. Но так у нас не получилось. Все-таки заблудились. Хорошо, что успели до темноты выйти. Больше мы в тот лес не ездили. Продолжение следует...